Муслим Умиряев попросил вынести суд справедливый приговор. По его словам, он может быть наказан за те действия, которые не совершал по прихоти кого-либо. Правда, кого он конкретно имеет в виду, подсудимый не уточнил. Как сообщил судья, оглашение приговора теперь состоится совсем скоро, через три дня. Как мы уже сообщали, экс-вице-министр сельского хозяйства Казахстана может сесть в тюрьму на 12 лет. Согласно обвинительному заключению, Умиряев получил взятку за оказание содействия в победе на проводимых конкурсах. А сам Умиряев сказал, что предприниматель, заявивший в Финпол, на самом деле приходит к ему близким другом. В первый раз он предложил 7 миллионов тенге на поминки, а потом согласился погасить кредит. Адвокат подсудимого заявил, что во время процесса взяткодатели вдруг превратились в свидетелей и стали менять свои же ранее данные показания. Подсудимый на последнем слове заявил, что на свидетелей оказывали давление. И основных свидетелей, с которыми следствие работало, Антимонов и Макаренко, на протяжении следствия на них было оказано давление. На протяжении нескольких допросов им вменялось в вину 312 статья дачи взятки. И до тех пор, пока они не начали давать показания против меня, давление на них оказывалось. Нет большей обиды или мучений, чем понимать, что можешь быть наказан за те действия, которые не совершал по прихоти кого-либо или по злой воле кого-либо.